Всем привет дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и мы начинаем проходить игру под названием Condemned Criminal Origins. Переводится это примерно так, осужденные криминальные гены. Ну это примерно так наверное. Игрушка атмосферная, можно сказать такой мистический психологический триллер, созданная компанией Monolith Studio, которую выпустила всем нам известный Фир. Тоже кстати игрушка неплохая. Но в эту игру я играл давненько, еще на старом компе на своем. Оно у меня на средняках тормозило. Это было еще в школе. Так. Движок здесь по-моему тот же самый, что и в Фире. Ну что, давайте так, что у нас сложность выставляем тяжело. Производительность у нас еще все-таки разное состоит. Максимум. Максимум. Все отлично. Ну что, давайте поехали. Так, тяжело. Продолжение следует... Продолжение следует... Томас, я не могу быть здесь весь день. Давай приступим. Люди напуганы. Мы должны его поймать. Следуй за мной. Тело находится здесь. Так. Я слишком стар для этого дела. Так, следуй. Тебе придется проползти под лентой. Так. Стоп, ребята. Так. У меня не было там... Томас, снаружи ничего нет. Тело находится в здании. Не было выстреленного управления почему-то. Пришлось выставить. Ну что, давайте. Давай, пошли. Тело разлагается, пока мы разговариваем. Патрульный сказал, что на месте обнаружен манекен. Похоже на работу кукольника. Весь город просто кишит больными маньяками. Так. Escape, чтобы посмотреть задание. Следуйте за детективом Диккенсоном к месту преступления. Господи, почему они всегда убивают в таких отвратительных местах? Почему они не могут делать это спокойно, вместе без наркоманов и золоворезов? И не в таких темных местах. Да, чтобы полностью согласись. Да, чтобы полностью согласись. Господи, я чуть не пристрелил эту сволочь. Нифига себе крыса. Пошли, от этого места у меня мурашки по коже. Нифига себе она отожралась. Да, старик, ты медленно-медленно поднимаешься. Ну, здорово. Я сломал фонарь от твою гребаную машину. Лучше включи свой. Я слышал, что ты боишься темноты. Пошли. Конечно, боюсь. 1-14, 1-14, докладывайте. Федералы прибыли. Это Бейкер, ФБР на месте. Конец связи. Принято. Агент Томас, это офицер Бейкер. Бейкер обнаружил силы на патрулировании. Агент. Я за тобой слежу. Ух ты, нифига себе тут. Боже, больное ублюдо. Томас. Томас. Привет, Томас. Это лейтенант Роза. Я снова буду твоим техническим помощником в этом деле. Наша система передачи данных позволяет тебе расследовать и собирать улики на месте преступления и отсылать их мне для анализа. Когда у меня будут результаты, я свяжусь с тобой по телефону. Хорошо, давай работать. Давай начнем с выяснения причины смерти. Когда твои инстинкты подсказывают тебе, что улики рядом, подготовь свой прибор. Система выберет для тебя нужный прибор, так что не волнуйся об этом. Так, расследовать, нажмите, подготовить прибор. Используйте фиолет и найдите место травмы. Оно будет светиться ярко-фиолетовым. Да ладно, тут еще... Улики искать надо. Я уже не помню ничего. Так, место травмы вижу. Похоже, его задушили, да? Ух ты, хочу фотографировать. И чё? Используем их, чтобы нацелить прибор, сверять источность по белым указателям. Чё за фигня? О, там чё-то замигало. О. Секунду. Задушили рукой. Очень сильные. Отпечатки отчетливые. Кроме одного. Синяк указывает на то, что убийца правша, и у него нет указательного пальца на руке. Здесь должно быть что-то еще. Что-то, чего мы не видим. Это чё за приход щас был? О. 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 Кстати, она сама больше похожа на манекен, да? Так, что там? Обследуй лазером место преступления. Если будут улики, они будут светиться ярко-зеленым. Эй, Беккер. Выключи свет. Темноте лазер агента работает лучше. Окей. Кстати, для полной атмосферности я, как всегда, играю в темноте. Ночью. И в наушниках. Что я вам советую. Обрабатываю изображение. Вот оно. Тот же след. Такой же почерк, как у остальных. Это работа парня, которого мы прозвали кукольником. Он жестоко убивает молодых женщин и оставляет их рядом с мужским манекеном из-за универмага. Манекен всегда немного и обезображен шрамом на лице. Обезобразно. А если посмотреть по делам, я уверен, что убийцы... Че? Пока все четно. Беккер, не кури на месте преступления. Я не курю. Но кто-то же курил. Дым идет отсюда. Черт возьми, я чувствую сигаретный дым. Похоже, мы здесь не одни. Он прямо над нами. Нужна подмога сейчас. Это офицер Беккер. Нам не верю, нужно подкрепление на углу четвертой старт, подозреваемого убийства все еще в здании. Поступление в пути. Примерное время прибытия 10 минут. Принято. Беккер и я зайдем в черного хода. Да, ты жди подмогу. Терьмо. Он награю с нами. Извинения в планах. Беккер, проверь эту дверь. Томас провел здание в чече электричество. Все чисто, агент. Чем быстрее мы здесь закончим, тем лучше. Идем. О, ради бога, будь осторожен. Агент Томас. Это офицер Беккер. Я не знаю, под действием ли он нового наркотика. Дай мне это. Томас, это Диккенсен. Один идет к тебе. Будь готов ко всему. Один. Есть че, там несколько, что ли? Так. У нас есть пушка. Окей. Эй, пик! Я знаю, что ты здесь. Да ладно, не кричи там. Федеральный агент, выходите с поднятыми руками. Он мне вас... Ух ты! О, да. Город просто кишит ими, Томас. Наркоманы, бродяги, психопаты. Они повсюду и очень жестокие. Будь осторожен. Ну, вообще здорово. Ну, я ему так в грудак-то... Ну, чуть повыше, чем грудь. Шлепнул. Нормуль. Так. Пусто. Кто там кряхтит? Где? Что там? птичку не берет вы можете пинать врагов на живая space нормально прилетело ну а че он разлегся так нажмите кэш чтобы проверить свой боезапас вы ограничены боезапасом найденном вместе с оружием используйте осторожно че он хочет сказать это типа восемь патронов у меня и все что нифига себе я тебя понял так пусто такое место такое атмосферу просто нагонять такое одинокое просто пустое пустое металлические части собирайте птицы металлические части чтобы открыть награды еще награды какие то нифига себе так ну и что-то вообще не понял куда идти блин блин очередной психопат типа спрятался да блин перекрестья нету пустое целиться я не могу просто насквозь пробил так окей если так метко вы стрелять то еще семерых можем положить аптечка ухты можем еще так да прикольно так шифт бегать непонятно так свои тени испугался фонари включен пойди сюда еще я шкафчик проверю и за тобой так тут какие-то металлические штуки всякие находить птицы какие-то давайте посмотрим так он сюда да убежал что-то я немножко серанул так здесь пусто прибеги у нас кончается выносливость причем так э ноусмокин включите блок предохранителей чтобы устанавливать питание опять какой-то глюк да ну ээээ не трогай мой пистолет я мечтался подозреваем завладел вашим оружием вы следите его да и как чего пинать буду что вам необходимое оружие возьмите трубу или кусок доски от стены большинство предметов подобного типа могут использованы в качестве оружия ближнего боя вам необходимо нифига себе нажмите удар и блок отлично блокирование удары временно дезориентирует противника когда закончите передвиньте железный стол возле ступеней покиньте это место поэтому обошли да получается да залез да-да-да такая атмосферка погадающая да-да-да такая атмосферка погадающая так 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 давай-ка попробуем получай ух ты да жизнь это быстро кончаются я смотрю так удар и отскок назад удар ух ты блин живучий да прав чего головой он нифига себе добивания такие есть еще ох ты доска с болтами минус атака скорость блок Так, где тут аптечка я видел. Блин, ну так сложновато будет. Ха, без пекля-то. Либо что-то такое, надо по мощнее найти. Вот это плюс, с набалдажником таким. В челюсть-то кому-то прилетит щас. Че за... Е-е-е-е. Ещё одна металлическая штука. Че за свет-то? Че за глюки? Блин, ходов-то столько. Разбивайте стёкла, чтобы добраться до содержимого аптечек. Ещё и наверх. Тут дверь закрыта. Да ладно. Я зашёл, а теперь всё. Я ж там не проверил ничего. Ладно. Так. У меня помощнее. Требуется топор. Топорик это бы я не отказался щас. Телек какой-то. Томас, Томас, ответь мне, что случилось? Мы слышали взрыв. Да, да. Я в порядке. Горобку предохранителей закоротила. Похоже, я в ловушке и подозреваемый загладил моим пистолетом. Что? Как это случилось? Вот. Возьми этот топор и проруби себе выход. Ты всегда можешь найти инструменты вокруг себя, чтобы преодолевать препятствия. Ты можешь даже использовать такие вещи, как топор или кувалду в качестве оружия. Они наносят серьёзные поражения, но они медленные. Смахи свинцовые трубы разбивают голову быстрее, если это... Бэкс? Да, тебе нужен совет. Мы с Бэккером пойдём другим путём. Постарайся оставаться целым. О, ещё. Если ты попадёшь в неприятную ситуацию, используй свой электрошок, чтобы временно оглушить противника. Если достаточно приблизиться, то сможешь обезоружить этого слезняка. Ух ты! 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 Ух ты... Оба свалили. Нифигасими. Алёны они там. А нет, один зверь здесь! Так, головой опал. Прикольно. Хорошо, что хоть аптечки лежат. Или трубу взять. Давайте возьмем трубу. Топор хоть и эффективен, но медленный. Так, тут же еще один, да? Он это убежал. Статистика оружия показывает сравнительные параметры относительно текущего оружия. Вот это уже понятно. Подсказка «Своевременная блокировка ударов жизненно важна». Это тоже понятно. Так, дверь закрыта. Да чтоб тебя... По морде получил и свалил такой. Ну ладно, давай иди сюда все равно. Ух ты! Да чтоб тебя! Ого! Че-то мы еще не пробовали. Ну окей, на другом испробуем. Так, ну понятно, он выбил дверь, которая была закрыта. Учи. Удар, отбег. Фига он еще так... Так, стрельц. Сломать шоу. Прикольно таки. Добивалки есть. Посты. Ого, сколько птиц надо собрать. По-любому Напропускали уже Так Птичка Ух ты, какие-то звуки начались Ой Кувалда О, металлические части Собраны все Я понял Вот эти вот глаза нарисованы Это нарисованы места С секретами Надо искать такие места Так Взяли кувалду зачем-то Попробуем кувалдой Побить Попробуем кувалдой Он красит Так-так-так-так-так-так-так Тихо-тихо-тихо Где дышит-то Блин, что-то как-то Страхово Ух ты Держи Ну нафиг эту кувалду Ну нафиг эту кувалду, а Где аптечки Как ты Блин Жизненщие Что за Дверь открылась Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Погоди-погоди Аптечки Аптечки Где-то же были аптечки да ладно это вообще блин прикол ну как это будет с другой стороны пушкин слушай ублюдок, не мешай нам мы оба на одном пути справедливости Томас на пути бывают странные повороты ох ты вот это да приготовьтесь к смерти агент Томас он скоро придет прикидывайте он на в 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